Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед зимней паузой разгромили Красноярский Енисей. Главным героем встречи стал лучший бомбардир первенства Иван Сергеев. Форвард оформил четвертый хэт-трик в сезоне. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» разгромили Енисей с Красноярска со счетом 4-0. Самарцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на шестой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот соперника отправил Иван Сергеев. На 13-й минуте любимец болельщиков Егор Голенков с центра поля прошел по флангу и отдал голевую передачу Сергееву, который хладнокровно забил еще один гол. Этого Ивану показалось мало, и на 34-й минуте он оформил хит-трик. Окончательный счет на табло установил Дмитрий Цыпченко с передачи Ивана Сергеева. 4-0. Волжане одержали красивую победу на классе и отправились на заслуженный отдых. Мы с самого начала начали создавать голевые моменты, их было достаточно много, и хорошо, что уже в первом тайме мы повели, и в общем-то повели с запасом, и, наверное, это все было по делу. Наставник Енисея коротко прокомментировал исход встречи и поздравил Волжан с победой. Были моменты, которые мы могли забить, но хозяева были лучше сегодня, более мотивированы. За игрой на Самаро-Арене наблюдал губернатор Дмитрий Азаров. После матча глава региона рассказал о кадровых перестановках в руководстве клуба. В состав совета директоров крыльев-советов вошел Сергей Аракелов. В дальнейшем мы будем в первую очередь говорить о тех лучших практиках, которые мы имеем, о нашей финансовой компетенции, для того, чтобы это все передать футбольному клубу крыльев-советов, для того, чтобы клуб был более эффективным, чтобы клуб занимал видное место в российском футболе и, самое главное, всегда радовал жителей Самарской области. По словам губернатора, в дальнейшем крылья советов будут развиваться и прогрессировать. Для этого созданы все необходимые условия. Следующий матч волжане проведут в 2021 году на выезде против Химок. Игра 1-8 финала Кубка России запланирована на 21 февраля. Баскетболисты Самары в этом сезоне в Суперлиге на старте одержали 8 побед подряд. Последняя домашняя Виктория была одержана в матче против столичного клуба МБА. Подробности встречи в следующем сюжете. Баскетболисты Самары домашний матч против московской команды МБА начали уверенно. Повели в счете 11-6. Но у гостей хорошо получались дальние броски. А потому они не только не позволили оторваться волжанам в счете, но и вышли вперед к концу первой четверти. Самарцы также отвечали дальними атаками и помешали гостям завладеть большим преимуществом. Играли тяжело. Приходим в себя, пытаемся найти игровой ритм. Но еще раз повторяю, что игр мало. Много времени мы тренируемся. Видимо, ребята все-таки подсели где-то. Потеряли, может быть, какую-то мотивацию. Во второй четверти погоня за столичными гостями продолжилась. Но игроки МБА всякий раз находили в себе силы противостоять самарцам. И держали хозяев на расстоянии одного-двух точных бросков. За счет желания, агрессии у нас нужно только агрессивно играть. С такой опытной командой, с сильными исполнителями. Нужен каждый момент. Выиграю момент, выиграешь игру. Мы какие-то моменты выигрывали, но последние проиграли. Поэтому так получилось. После перерыва затяжная погоня завершилась. Под конец третьей четверти самарцы все же вышли вперед. А затем начались качели. Команды поочередно забивали, что привело к равному счету в середине заключительного периода. Любой соперник, кто приезжает в Самару, он играет с двойной отдачей, с двойной силой. И так как мы идем сейчас... Понятно, что мы лидеры, все это понимают. Все хотят нас выиграть. Все хотят себя показать как индивидуально, так и команды. В концовке самарцы сделали решающий рывок и создали себе комфортное преимущество в шесть очков. Москвичи смогли лишь сократить эту разницу до одного очка за минуту до конца матча. Победную точку поставил Артем Бутянков, с которой реализовал два штрафных броска. Итог 77-75. Победа Самары. Сегодня на площадке была команда. И именно команда одержала победу. Конечно, при поддержке наших замечательных самарских зрителей, команда их радует. Команда отдает все силы. И поэтому болельщики всегда с командой. После победы самарцы продолжают без поражений возглавлять турнирную таблицу Российской Суперлиги. Юные хоккеисты начали погоню за золотой шайбой. В Самаре стартовали отборочные соревнования на городской этап всероссийского турнира. За путевку в следующий круг состязаний команды сражаются в двух возрастных категориях. С претендентами на медали от промышленного района познакомился наш корреспондент. Дмитрий Гущин за пять лет игры в любительском хоккее сменил несколько команд. Начинал в клубе «Космический аллигатор» и сейчас играет за 141-ю школу. Подростки решили попробовать свои силы в популярном турнире среди дворовых команд «Золотая шайба». Надеются выиграть не только районы, отборочный этап, но и городские соревнования. Играть будет сложно, так как всего лишь одна пятерка и два человека на замену. Естественно, всю игру надо будет беречь силы. Я думаю, мы справимся и выиграем. Команда «Медведи» который год пытается пробиться через сито отбора районного масштаба на городские соревнования «Золотая шайба». Но пока не везет. Хоккеисты терпят одни поражения. И это не мудрено. «Медведи» привыкли играть не в канадский хоккей с шайбой, а в русский с мячом. А это два абсолютно разных вида спорта, рассказывает тренер Максим Пахомов, мастер спорта, чемпион России. Шайба – это для детей небольшой турнир. Пусть почувствуют разницу между мячом и шайбой. Выигрывать в любом виде спорта приятно. Согласен, если мы выиграем, это хорошо. Но наша задача где-то какие-то наработки доработать, покататься, поиграть, получить удовольствие. В отборочный турнир «Золотая шайба» в промышленном районе проходит уже пятый год. Начинали с четырех команд. Сейчас за путевку на городские соревнования сражаются семь спортивных коллективов в двух возрастных категориях – мальчишкам от 11 до 14 лет. Такой скачок популярности хоккея и шайбы в районе связан со строительством спортивных площадок и работой тренеров по месту жительства, уверены организаторы турнира. Не зря наша команда «Союз» в прошлом году заняла первое место на городском этапе «Золотая шайба». Также победила на областном этапе и представляла нашу Самару в городе Сочи на федеральном этапе. Будем стараться, чтобы количество хоккейных команд у нас росло. В старшей группе хоккеистов победу одержала команда «Союз». В средней группе золотые медали получили мальчишки технического лицея. Впереди у чемпионов районного масштаба городской турнир «Золотая шайба». Он пройдет в январе. Затем в феврале финалисты встретятся со сверстниками из других районов региона на областных соревнованиях. А уже в марте и апреле лучшие команды разыграют «Золотую шайбу» на всероссийском турнире. Теперь о взрослых хоккеистах. Самарский ЦСКА ВС переиграл на домашнем льду одного из лидеров высшей хоккейной лиги – Пензенский «Дизель». Подопечные Павла Десяткова не пропустили ни одной шайбы. Несмотря на то, что вышли на поединок без трех основных защитников. Как развивались события в матче, расскажет наш корреспондент. Самарские летчики одержали уверенную победу над «Дизелем» из Пензы – третьей командой первенства ВХЛ. Первый период подопечные Павла Десяткова провели с подавляющим преимуществом. Гости не смогли создать ни одного опасного момента у ворот соперника. ЦСКА ВВС отличился усилиями Никиты Михайлова. Он забросил шайбу в численном большинстве. Во втором отрезке встречи гости прибавили, но удача вновь улыбнулась летчикам. Итоговый счет на табло установил Алексей Басков – 2-0. В третьем периоде в Волжане играли по счету и довели поединок до уверенной победы. Павел Десятков отметил, что его хоккеисты справились с поставленной задачей. Вратарь сыграл на ноль сегодня. В принципе, вся команда сегодня полосталась. Я скажу, что мы в выездную серию тоже хорошо играли. Но где-то не хватало нам немножко дожать. Наставник гостей Алексей Ваулин заявил, что его команда провалила первый отрезок встречи. И вратарь соперника, и ребята блокировали все наши броски. Очень мало, скажем так, давали нам шансов. Ну, ничего, готовимся к Тольятти. Соперник с победой. После этого матча ЦСКА ВВС занимает 22-ю строчку в турнирной таблице и сохраняет шансы побороться за участие в плей-офф ВХЛ. Самарские тэквондисты в минувшие выходные поборолись за титул чемпиона города. В двухдневных соревнованиях приняли участие как начинающие спортсмены, так и опытные, взрослые и юниоры. Всего более 200 борцов. На городском первенстве побывал наш корреспондент. Точность, ритмичность и плавность. Техники тули, а ниже бой с тенью, появились в Хэквондо намного раньше спаррингов. Если спортсмен продемонстрирует их знания, значит он постиг основу боевого искусства. Корейская система самообороны в Самаре заручилась особой популярностью. В этом городском турнире участвуют более 200 спортсменов. Юноши 11-13, юниоры 14-15-16-17 лет и взрослые. Этот год, позапрошлый год мы стабильно занимаем третье общекомандное место по России. Игорь Ланцев в Хэквондо не по своей воле. В секцию еще дошкольникам записала мама. Теперь же уговаривать его не нужно. Без тренировки не может провести и дня. Титул кандидата в мастера спорта уже получен. Дальше больше. В его послужном списке есть Кубок России и даже Кубок Мира. На городских соревнованиях без наград не остался. Увозят домой серебро в техниках Тули и золото городского чемпионата по спаррингу. На самом деле каждый бой сложный. Это нельзя недооценивать. Никакого своего противника. Нужно к своему противнику с достоинством относиться. Это в любом случае. Потому что ты можешь проиграть кому угодно. Даже если спортсмен мог прийти первый раз на соревнования, ты можешь слишком возвысить себя и проиграть. Успехов в этом виде спорта достигают не только самарские юноши, но и девушки. Софья Егорова завоевала комплект из двух медалей. Золото в спарринге и серебра в техниках Тули. Это командует часть моей жизни, потому что я с шести лет занимаюсь этим видом спорта и не собираюсь останавливаться. В этом спорте у меня цель одна уже достигнута, кандидат мастера спорта. Я хочу достигнуть хотя бы мастера спорта. Я думаю, у меня это получится. Я вообще, так скажем, боец. По итогу последних в этом году чемпионата и первенства Самары победители и призеры получили медали и дипломы. Некоторые спортсмены выполнили спортивные разряды. Самый высокий из них – первый и взрослый. Он дает право участия в областном чемпионате. Самарские лыжники ожидают новый сезон, официальный старт которого назначен на 19 декабря. Эту дату с нетерпением ждут и на учебно-спортивном центре «Чайка». К приему спортсменов все уже почти готово. Раздевалки, столовая, сервисная зона и, самое главное, трассы. Подробнее в следующем сюжете. Этот специальный ретрак после себя оставляет ровную лыжню для классического стиля. Он выезжает, как только выпадет достаточное количество снега. Если осадков было мало, то сотрудники центра «Чайка» прокладывают трассу на снегоходах. Для подготовки одного участка для конькового стиля приходится проезжать его до 10 раз. Затем состояние трасс поддерживают регулярно, чтобы профессионалы получали удовольствие от тренировок. Ребята приезжают, так как здесь трасса готова, они сюда приезжают, им даже, как говорится, готовится интереснее и качественная тренировка происходит, если трасса готова. На «Чайке» рады и любителям лыжного спорта. Для них есть специальная трасса с упрощенным рельефом, с пологими спусками и хорошим выкатом. В Самарской области реализуется проект «Спортнорма жизни» под контролем губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. И один из важнейших аспектов – это создание условий для занятия населения физической культурой и спортом. Активная подготовка к сезону идет в административном корпусе. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. На входе замеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. В холле и столовой есть ограничения по количеству людей. Все контактные поверхности обрабатывают спецрастворами. Есть раздевалки и в помещении, и на улице, чтобы разделить большой поток людей. У нас есть кабинки на улице, то есть как и раздевалки, так и туалет. Есть в прокате. То есть они могут здесь зайти, переодеться, вещи с собой забрать. Если они хотят вещи оставить здесь, то они спускаются в камеру хранения. И там есть у каждого свой индивидуальный ящик, они сдают в камеру хранения. На трассах «Чайки» уже катаются первые любители лыжного спорта. Официальное открытие сезона запланировано на 19 декабря. А в конце месяца, 30 числа, по традиции, на лыжной базе состоится гонка памяти. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин